Отлично. Начинаем наш полет. Прежде всего, благодарность. Благодарность за внимание. Знаете, я много лет занимаюсь режиссурой, кино, театром и актерскими психотехнологиями с актерами. Когда нужно, чтобы актер вошел в роль и пережил опыт, необходимо для этого сделать так, чтобы это произошло. Каким-то способом. У каждого свои какие-то методы. Я вот точно совершенно осознаю, что самое ценное, то, о чем мы можем говорить в этом мире, наверное, для меня, это внимание. Ну и по сути дела, знаете, интересно, что в проекте «Путь сердца», про который только что было выше сказано, есть разные герои. Одни из них это супруги Горотовские. Это удивительная пара, которые через этот мир вместе летят, одно объединяет предназначение на двоих во всех сферах жизни. Если вам будет интереснее, можно посмотреть. Но они занимаются дельфинами и китами, общением с дельфинами и с китами в свободных открытых водах в Карибском бассейне. И однажды они поделились со мной, что дельфин, по сути дела, достаточно простую игру предлагает для коммуникации. Эта игра, она на уровне, ну, такой детской игры, как с детишками общаться. И они нам предлагают простые игры. И если мы за ними внимательно наблюдаем, то мы вдруг видим определенные закономерности, его логику начинаем чувствовать. Эта игра, она очень забавная. Это способ коммуникации, через игру, поиграть. И вам предлагается игра, вы ее принимаете, и у вас происходят, знаете, некие синергии, взаимное обогащение. И если вы в этот момент начинаете думать, что классно было бы сейчас для сториз, чтобы кто-нибудь это подснял, в этот момент фокус вашего внимания улетает, и дельфин, представляете, в этот момент вычисляет это каким-то образом и уплывает. В этот момент вы потеряли друга. Есть вероятность, что вы восстановите с ними отношения, но есть вероятность, что нет. Они видят, как просто вы начинаете о чем-то другом думать, и дельфин уплывает. Это напрямую касается нашей темы сегодня. Какое-то количество лет мы создавали с нашей командой мероприятие под названием «Одноименным стань режиссером своей жизни». И это, знаете, для нас эта тема, что такое режиссер? Это тот, кто создает кино. Это, скажем, творческий менеджер или продюсер, правда? Это креативный творец такой, креативный организатор с менеджерскими качествами. Это про то, что на самом деле, кроме того, чтобы быть в потоке творчества и вдохновения, очень важно говорить еще и про структуру. А что такое вообще? Как понять, что это за структура в данном контексте? Что это за, скажем, скелет? Скелет – это вот здесь мы, когда касаемся вопроса скелета нашей жизни, наверное, я бы сказал, предложил бы вам это воспринять с точки зрения самскар. Термин самскары из буддийских или индуистских направлений – это отпечатки сознания. Печать впечатления, печать мгновения. И этот разговор достаточно понятен. То есть есть определенная прошивка, которая нам предлагает воодушевиться, вдохновиться, вдох. Это неподдельная настоящая реакция, когда вы маленький ребенок, вы переживаете определенный опыт, и вы… Вау! Это, знаете, когда мир замирает, когда весь мир остановился, и время остановилось, и вы просто… Это мистический момент. Каждый из нас, из тех, кто слушает, и из тех, кто говорит, всегда знает, о чем идет речь, когда вы прямо выпали из этого мира. А с точки зрения, как мы часто говорим, джетиш астрологии, ведической астрологии, это не просто так. Это та самая прошивка, которая… Это те самые подсказки, куда мы идем, зачем мы идем, и что мы в этом мире должны понять и познать, и вообще, какие игры сыграть. Так вот, эти неподдельные детские реакции, когда ребенок впечатление получает, причем впечатление не только со знаком «плюс», а и со знаком «минус», и когда… Там правда. Друзья, вот знаете, если поговорить о том, что такое предназначение и призвание, есть еще слово «миссия», и давайте мы немножко вот сегодня поговорим, а вот слушаемся в эти слова. О предназначении, мы часто говорим, это модная тема, это тренд, это тренд этого времени. На самом деле, сейчас просто всплеск этой темы, даже в какой-то момент она уже вот настолько сконцентрировалась, что сейчас даже небольшой спад начинается. Сейчас вот нам нравится с точки зрения игры на этот вопрос смотреть. Но если говорить, что это же древняя история, мы знаем про понятие «адхарма» или «дамма», как на языке пали говорится. Также мы знаем «санатанадхарма», «судхарма», это целый адхарма, это целое семейство слов, но главным образом это путь, это некая, знаете, это некая ваша… Это как мачта, да, мачта, вот где парус, это вот ваша определенная центральная линия вашего существа. И когда мы говорим про понятие «дхарма», «дхарма», мы обязательно должны говорить про понятие еще «судхарма». Если говорить, что, как помните, мы однажды говорили про Олега Гадецкого, когда это наш один из героев «Путь сердца», он сказал так, что если представить себе вот жёлудь, то тхарма, предназначение или путь жёлудя – стать дубом. И если жёлудь попытается стать пальмой, он не станет пальмой, потому что в ней нет потенциала быть пальмой, но в нём потенциал быть деревом и конкретным деревом. А вот «судхарма» – это ваш индивидуальный маршрут, как вы будете прорастать. То есть вы будете расти прямо, или, может быть, вы будете как бонсай, возможно, вас будет угнетать какой-то творец-архитектор, который придумал искажать, связывать эти деревицы, но тем менее вы как бы всё равно становитесь. И вот у вас есть ваша определенная конфигурация, по которой вы идёте. И в этом наша свобода творчества, свобода выбора. В любом случае, ваш путь – это в сторону дуба. Вы тянетесь к небу и вытягиваете из семечка потенциала, раскрываете свою крону и передаёте, благоухаете всему миру и принимаете этот мир и отдаёте этому миру. И это реализация этого предназначения жёлуди. Вообще интересно, знаете, если говорить про того же Олега Гадяцкого, это такой ведический преподаватель, нам нравится с ним общаться, слушать его. Вот он красиво ещё отметил однажды, если себе… Я у него спросил, «Олег, скажите, а если…» Ну, эта тема, она трендовая, это вообще-то дух времени, когда мы говорим… Вообще-то надо сказать, что мы все очень сытые. Это роскошь. Вы знаете, да, что эта тема – это роскошь на самом деле. Потому что… Это говорит о том, что на уровне вообще общественной, вот массовой, культурной, как бы вот некой социальной реализации мы подошли к вершинам пирамиды Масловых. Потому что мы закрываем своё выживание, там, свою социальную всю историю и подходим к глобальной этой верхушечке, поразмышлять, да не поразмышлять на самом деле. Ведь тренд – это не просто так. Тренд – это… Детский, когда у него спросил, «Олег, как вы считаете, а если ты подходишь к этой теме из любопытства, ну, тебе просто интересно, как вы относитесь к этому?» И Олег сказал так, «Если вообще здесь можно говорить про любопытство, в принципе, про любопытство, ну, во-первых, конечно же, здесь можно посмотреть так, что к этой теме просто так не подходит, потому что вы слышите зов, потому что вы не просто так сейчас это слушаете, потому что у вас есть потребность, и жизнь создала при посылке, что вы сейчас слышали эти слова». Есть некие исследователи, которые глубоко стараются свой этот наогенный вакуум на языке логотерапии или экзистенциальный там кризис, дыру в груди размером с Бога заполнить. Вот для нас, например, это заполнение, а тут помогать другим людям свой путь найти и по нему пройти. Так вот, Олег говорит так, что если ты прикасаешься из любопытства к этой теме предназначения, то это все равно, что вставить в вилку прибор, который рассчитан на 220 вольт, в розетку, в которой 3 миллиона вольт. Я здесь, я здесь. Как меня слышно? Как меня видно? Ага. Ответьте, пожалуйста, плюсиком слышно? А, отлично. Давайте тогда продолжим. Друзья, я буду тогда уже кратко потерял несколько минут, а тема-то глобальная. В общем, хочется сказать так, что мы... Ну, вот у нас есть такой ответ, что если вас эта история не зовет, если вы не слышите зов внутренний, а зовет, знаете, вот призвание, здесь слово предназначение, мы его обсуждаем, это перед, это определенная закодированность, там есть слово еще «зене», это знаки, подсказки знания, знаки о вашей природе, мир говорит. Есть еще призвание. Призвание, давайте вслушиваемся. Призывание. Это зов, в этом содержится зов. Что вас зовет? Друзья, вам сегодня домашнее задание, пожалуйста, сделайте, где вас зовет, что вас радует, где по-настоящему, настоящее наполнение происходит, и где утекание, утекание жизни, куда сливаете жизнь, если такое есть, чем вы можете бесконечно долго заниматься, что вас зовет, вашу душу зовет, кто вас зовет внутри, туда мы смотрим. Так вот, если вы настоящего зова не слышите, то, возможно, может быть, еще и время не пришло, а может быть и не придет. Если мы говорим, знаете, по метафорическим понятиям, если мы с вами договариваемся, что вы мне даете возможность оперировать понятиями, условно говоря, ведическими, прошлых жизней, будущих жизней, предположим, вы мне разрешили, то, возможно, вам не нужно это, если у вас есть какое-нибудь, знаете, вы работаете с землей, например, и все на своих местах, и вас все очень устраивает. И вот я бы сказал так, что если это не остро, может быть, и не надо, потому что, знаете, когда этот колодец подсознания открываешь, когда вот это в свою природу, в свою прошивку, туда вот, к архитектуру, которая матрицу создает, помните, как нео встречается, роликам следовать, а еще и сказали принудительно, у тебя, дружище, на самом деле, выбора-то ведь нет уже, потому что, если вы встали на этот путь, то в нужное время, в нужном месте, нужны подсказки, нужные люди, ну, глобально, скажите, друзья, какая разница, через кого с вами говорит вселенная, через вот прекрасную ведущую, или через мастеров, которые здесь представлены, через книги, с вами мир говорит, вы наедине с этим миром, он с вами говорит, если он вас уже позвал, то, конечно, да, конечно, летим, и тогда нужно это принять, и тогда играйте красиво, но если мы на самом деле, ну, бренд такой, вот, модно, почему-то у вас влетело, знаете, просто осознавайте ответственность, что это про перемены, потому что мы начинаем копать, открывать это экзистенциальные вопросы, экзистенциальные, это слово exist, существование, существование, сказать, что дело в том, что осознать свое предназначение, в наших кругах, кто-то говорит 1%, или 10%, это очень мало, то есть есть метод, мы с вами можем за 3 часа, за 4 часа, вас глубоко расшифровать, это методология, есть определенные методы, они очень рабочие, ну, например, подсказка вам еще одна, понаблюдайте, за какими вопросами, чаще всего, к вам обращались в жизни, за какими вопросами, где вы очень вдохновленно, можете компетентно рассказать, понаблюдайте, просто прийти к этому своему предназначению, здесь призвание подходит, призывание, зов, куда вас зовет, что вас зовет, что вас призывает, вот мы туда смотрим, что вас зовет, а что не зовет, если это сундук социальной ответственностью, знаете, это вопрос времени, потому что вы нечестны по отношению к самому себе, если вы понимаете, что есть идет вопрос про главную правду, то вы светите внутрь своего, внутреннего мира, в свою прошивку, туда, где ваше устройство, очень тонкое устройство, и это про то, когда вы действуете из наполнения, то у вас начинают стекаться все обстоятельства, все в нужное время, в нужном месте, нужные люди, подсказки, книги, мир говорит, знаки, а если вы не на своем месте, идут тоже подсказки, не туда, дружище, не туда, подруга, развернись, не туда, не туда, и мы этого, если не слышим, то вопрос времени, бомба замедленного действия, я бы вам хотел предложить, задумайтесь, пожалуйста, если без чего вы из этого мира не хотите уходить, что для вас самое ценное, самое значимое, что бы вы хотели своей дочке передать, успеть поделиться, написать какую книгу, произведения для детей, которые в будущем придут, кто тоже будет озадачиваться этими вопросами, попробуйте для себя написать ваши глобальные внутренние ценности, что для вас самое ценное в мире, и задайте второй вопрос, а что есть еще выше, чем эти ваши сверхценности, что в этом мире еще есть, еще более высокого калибра, ради чего стоит вообще, попробуйте, просто сделайте это, и посмотрите, насколько это отзывается, попробуйте посмотреть, примерить на себя это, туда ли меня ведет, но главный вопрос, надо осознавать ответственность, это про выбор, сегодня я слышал в программе выбор, это очень красиво, потому что это про тебе выбирать, стать творцом своей жизни, режиссером своей жизни, или отживать еще вот эти вот прежние, условно говоря, прописанные реальности, когда ребенок, исходя из своих искренних впечатлений, создает картину своей жизни, драматургию своей жизни, а взрослый вырастает, и по ней идет, возможно мы можем изменить сценарий свой собственный, и... Я, дорогие зрители... Да, понимаю. На всякий случай я уже подведу итог, скажу, что если вы это услышали, все же и до вас информация пришла, раз-два, раз-два. Я здесь, я здесь. Да. Друзья, скажите мне плюсик, пожалуйста. Слышно ли вы меня сейчас, на этот раз? Плюсик дайте мне, и мы подведем итог. Честно сказать, очень хочется успевать большой путь, и я рад вас приветствовать на этом пути, если вас это зов настоящий, вы обязанному себе, и возвращение на путь, он полон прекрасных приключений, но это ваш выбор, либо действовать, либо бездействовать. И если этот контекст вне разговора, и это вам точно нужно туда идти, безусловно действуйте, знайте, что вы сделаете шаг туда, и потом будет следующий шаг, потом еще следующий, потому что предназначение, призвание, дело жизни, это все про сейчас, про вот этот ареал обитания, немножко назад, немножко вперед, но в любом случае, Ански не один роман на всю жизнь, это может быть набор из новелл, и сейчас у вас новелла под таким названием, потом будет другая глава, и это все, я хочу вас просто призывать не вешать нос, потому что в этой теме можно повесить нос, и не действовать, прокрустинировать, потому что просто испугаться, и глобальный страх, это глобальный разговор, что я буду делать, когда я приду, а вы, если вы знаете, что вы по-другому не можете, это очень уже остро, то время пришло, как говорят некоторые наши герои, пути сердце, бери лопату, и начинай копать, это лучше действовать, чем, как, вы помните, да, чем герои русской классики, просто размышлять о жизни в халатике, и просто разлагаться, нет, надо действовать, приступайте, действуйте, на самом деле, все для меня, и для нашей команды, это все глобально, о тотальном доверии, ко вселенной, как будто бы, вот этот весь мир, он только этого и хочет, чтобы он нас призывает, приди, и это через доверие, я доверяю, я знаю, что я не один в поле войн, я не одинокий самурай, который, если потерял своего хозяина, ему нужно сделать харакири, нет, я готов сдаться, на великую волю, в похоронах, если готовы прикинуть, что люди говорят, какие, в чем ваша уникальность, какая ваша уникальная конфигурация, именно ваша, в чем она, уберите потом это упражнение, но достаньте оттуда суть, какая ваша уникальная, ваша конфигурация, из чего вы созданы, что вас вдохновляет больше всего, что важно передать детям дальше, и вот, когда вы сделаете этот список, посмотрите на удивительный пазл, это мирозданческий какой-то калейдоскоп, потому что это про вас, вы этот калейдоскоп, и он каждого уникальный, это та самая суд харма, но есть такая возможность, может быть, ему и не надо туда соваться, и уж точно не надо никому этого навязывать. Потому что, когда прозвенит, тогда это и произойдет. А если по вам звонит колокол, это точно про вас, тогда добра пожаловать, друзья, как говорят шаманы, в большое приключение. Оно очень красивое, и давайте смелость. Смелость призываем. Я благодарю прекрасные организаторы, прекрасное сообщество. У нас сбои какие-то горные происходят. Но, тем не менее, связь, по-моему, позволила. Прощаюсь с вами и буду отключаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok